К другим темам. В Подмосковье прошел 25-й юбилейный конкурс «Учитель года». В его региональных этапах приняли участие более 80 тысяч педагогов со всей страны. В финальный всероссийский этап вышел 81 участник из 81 региона, в том числе и из Нинницкого округа. Подробности у Сергея Журавлёва. Конкурс проходил в три этапа. В первом заочном туре участникам необходимо было представить интернет-ресурс, составить презентацию и написать эссе «Я учитель». Первый очный тур – это урок в школе, по итогам которого определяются 15 лауреатов. Второй очный тур – мастер-класс, импровизированный педсовет и реализация образовательного процесса. По результатам всех туров жюри определила пятерку победителей. Нинницкий автономный округ на конкурсе представила Ирина Марокко, учитель английского языка, школу номер два, победитель регионального этапа. На всероссийском этапе Ирина Николаевна заняла почетное 16-е место. Скорее всего, знаете, наверное, не хватило времени, потому что все-таки педагогу надо много времени уделять для того, чтобы собрать свой опыт, разложить все по колочкам и, думаю, что дело во времени. Знакомство Ирины Марокко с английским произошло еще в юном возрасте. Уже тогда она поразилась легкостью иноязычных звуков и слов, а чуть позже приняла твердое решение – связать свою жизнь с иностранным языком. И вот уже 15 лет Ирина Николаевна работает учителем. Богатый опыт, который она приобрела за годы преподавания, помог ей достойно выступить на всероссийском этапе конкурса «Учитель года», отмечает педагог. Педагог должен показать всю свою работу, весь опыт, представить. Более того, представить его, так скажем, рационально и ярко, чтобы было понятно педагогам, методистам, жюри конкурса о том, что хотел показать педагог. Я думаю, что вообще педагогу участвовать в таких конкурсах сложно, но интересно. В будущем планируется создание общественной организации, целью которой является обмен положительным опытом и педагогическими разработками среди преподавателей Нинецкого округа.